Внимание! На поле выходят команды ЦСКА Москва и КШМ Москва. Ещё у нас сегодня был феерический матч в Тольятти Акрон Академия Коноплёва с Трогино. Матч закончился со счётом, догадайтесь, трёх раз. Никогда не догадайтесь. 6-5. 6-5. Вот это я понимаю. Но, правда, ребята начали играть в 9-0-0 по Москве. Ну да ладно, жизнь продолжается, футбол у нас продолжается. Стартовал у нас матч в ЮФЛ-2 ЦСКА ФШМ. Но он ближе к центру. Так, вот здесь вот Марков обманул Мельника. Продвигается к штрафной. Идёт, входит в штрафную. Удар по воротам! Добивание Сериков! 1-0. Всё-таки добивает. И даже при втором ударе Тихон Гусинский задел этот мяч. Но уж слишком убойная была позиция. Ну что, первый гол сегодня на стадионе «Октябрь». Автор его Артём Сериков на 11-й минуте матча. ЦСКА повёл 1-0. Вот, смотрим. Хороший проход и хороший же удар Маркова. Здесь вот совсем один... Ой, на индифферентный. Это, конечно, далеко не так. Тем более, голкиперу нужно... Ух ты! Вот! Вот он Стеснягин. Вы посмотрите, какой ударящий. И браво Гусинский! Браво! Классный момент. И Бирюк тоже умница. Вот это... И, в принципе, будем надеяться, что вот это давление и вот это вот определенное такое оживление... Комментатор, конечно же, посмотрел я на Михаила Крюкова, увидел капитанскую повязку. Гриневич! Удар поворотом 2-0! Чётко и конкретно. Молодец, Валера. Хорошо, быстро разобрался. На 49-й минуте Валерий Гриневич увеличивает счёт. Роман Шахов, ваш комментатор. Вот как раз Валерий Гриневич отвлёк меня от себя. И, соответственно... Ну что? Начало для ЦСКА прекрасно. Александр Марков немного выпадает из игры. Стеснягин. Подача! Хорошая! Лызлов! Удар поворотом. Гусинский. Сериков, Гриневич, Токмаков. Хорошо! Ой, как хорошо-то было! Молодец! Сходу пробил Маврин. И потому что ребятам надо всё-таки попытаться как-то отыграться. Но только не такими возможностями, как это делает Тихон Гусинский. И сразу же исправляет свою ошибку. Малахов. А вот здесь вот Манукян под удар. Нет! Обыгрывает на обманном движении. И удар поворота. Удар не получился, но отметим. Каких-то... Каких-то возможностей. Не хватает, может быть, мастерства. Но это дело наживное. Расстроены, конечно, футболисты ФШМ.